хоба привет с вами доктор влад мы сейчас зайдем за дом я вам покажу свою антенну о которой так много было разговоров вот это какая-то детячая игрушка вот помните я вчера показывал это наш соседи вот это дерево называется павловния мне жена говорит нужно ее удалить выкопать это лилии а выкопать потому что якобы она разрушит фундамент не знаю чем можно сказать ну вот лилии здесь уже пошли немножко это вот у меня огурцы вот только-только ребята вот только-только вы представляете какая холодина здесь вокруг мята надо ее подергать это ревень жена притащила из магазина откуда ревень я вам хочу показать сейчас антенну свою захожу с дальней стороны это поилка для птиц сейчас я вам покажу свою антенну так вот во первых это заземление вот здесь она вниз очки у меня видите как сделано просто привинчено а здесь где-то метра наверное полтора вбита в землю железяка цинковая правда не медная вот и дальше она идет 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 и в мою комнату вот здесь в нашу комнату это мастер бедрум вот антенна немножко вот отсюда идет вот там коробочка да там баллон девять к одному кто в этом разбирается так видно баллон вот он да и кабель идет в комнату потом я вам покажу его и вот антенна сама как мне развернуться а там солнышко ну вот в общем да провод вот этот красненький и дальше он идёт в дерево это дерево это грецкий орех но дикий и вот здесь вот он видно наверное да вот здесь я просто к ветке приделал эту антенну ну вот она где она вот так нашел 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 и вот по сколько здесь метров двенадцать может как-то так вот туда найдет это моя антенна вот о чем был разговор никак я не мог сделать ее потому что были туда ждет кто холод и так далее все я возвращаюсь назад и дальше буду продолжать лягушечку есть цветочки тут разные у нас вот это цене у меня пошли только только все начинается ребята толка-толка а это есть думаю вытащил просто на природу цветочки разные опять лягушки это вот я забыл как она называется а чё забыл вот называется кротон вот он кротон вот и я его один раз вытащил а из него все листья попадали холодно было вот это тоже у меня цене здесь вот ну и ладно все пока и там этому вчера нужно мусор собрать мой женой тут дергали всякие эти а ну вот здесь у меня помидоры ну вот они только-только цветут ребят только-только прикиньте 1 июля и только помидоры цветут там вот тоже лилии по моему где-то вот там где-то вот 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 лилии это все это все только-только ребята распускается смородина у меня здесь вот но она в этом году наверное не будет смородины потому что я даже не вижу этих шариков вот а малина будет вот у меня малина разрослась страшно причем с одного куста везде где только можно и вот уже там даже есть это какие-то ягодки а это решетка в основном отрыжего чтобы он это не убежал ну все я пошел поешь это цветочки еще какие-то странные это это дикие ну ладно все там это тоже еще помидоры есть вот ну я хотел только антенну показать а показал уже все что только можно ну ладно я пошел домой пока нет не домой вот смотрите еще соседи что сделали там у них такая поливалка вот вчера детишки здесь играть в каком-то вон как это назвать бассейн маленький бесились тут немного еще вот такая вот какая-то игрушка странная марсианская там тоже наверно лазить можно как-то а вот здесь детский садик кстати вот вот в этом доме детский садик куча детей в основном мексиканского происхождения стрекозы летают ну вообще красота ну ладно все по оба я уже пришел домой и сегодня вот я хочу показать немножечко что такое радиолюбительский эфир вот у меня пара приемников стоит вот те которые я накупил я к ним антенну вот ту самую подсоединил вот сейчас я попробую показать вот этот белый провод антенна да вот видите и вот он там сзади соединяется с антенными входами вот так вот немножечко кружка здесь еще стоит кружку уберем чтобы не мешалось вот ребята это радиолюбительские приемники коммуникацион ресивер r1000 наверху этот kenwood да а внизу frg7 esu конечно в мои времена вот это это приемки как раз моих времен когда я только начал заниматься радиолюбительством ну конечно мы об этом не мечтали не мечтали а с чего все началось сейчас я уберу его немножко этот но это то же самое сейчас на той же частоте примерно не примерно точно 672 0672 значит в 70-м году мне отец выписал мне выписал журнал радио и вот там как раз это просто совпало мне было 14 лет и там был цикл целой статей про радиолюбитель кратковолновиков и мы с вами с моим приятелем сережкой мы зачитывались этими статьями это да для себя выяснил что такое кратковолновый спорт ребят это спорт на самом деле там существуют разряды мастера спорта чемпионаты мира даже есть cqww контест причем единственный чемпионат мира в котором в котором все участники во первых может любой стать участником а во вторых сидя дома дома просто вот ну не не только приемник конечно радиостанция его там можешь участвовать в этом соревновании это было страшно все интересно для меня вот и я вот все это изучал каждый месяц там сколько на на выпусков шесть или семь вот ну из этого я выяснил что существуют волны длинные средние короткие ультра короткие вот когда только радио зародилось ну не так давно сто лет назад вот то длинные средние были более-менее предсказуемы а короткие волны были совершенно непредсказуемые их отдали как бы на растерзание радиолюбителям чтобы они разобрались что это такое вот ну радиолюбители конечно разобрались и в конце концов а выделили для радиолюбителей несколько диапазонов 80 40 20 10 метров но самые такие первые вот и там можно было связываться с другими радиолюбителями такими же мне это было очень интересно и тогда мы с моим вот приятелем серегой получили первые наблюдательские позывные но правда у нас были приемники совершенно другие дело в том что у нас были об обычные вещательные приемники но к ним можно сделать такую приставку которая позволяет слушать радиолюбительские диапазоны ну конечно вопрос а почему российская промышленность не выпускал вот таких приемников это приемники где-то 70-х годов оба оба элементная база там на транзисторах они да почему не выпускали потому что нельзя было потому что на этих приемниках можно было запросто слушать не только радиолюбительной bbc голос америки все такое прочее все это было под запретом и в результате радиолюбителям приходилось у себя дома где-то на коленке собирать какие-то приемники вот ну и вот и я почему их просто показывают а это уже старье страшно это рухлить но тем не менее но до сих пор на них можно слушать любительские диапазоны ну давайте попробуем вот хотя бы на кенвуде перейдем на двадцатку двадцатка это 14 14 я сказал 14 0 сейчас я отмотаю вот здесь показывают частоту ну волна 20 чем как волна и частота как связано если 300 если 300 разделить на волну допустим волна 20 метров получается частота 15 мегагерц все очень просто и наоборот если 300 разделить на частоту вот здесь вот 14 2 примерно да то получается волна ну где-то около 20 метров сейчас только здесь дело в том что радиолюбители не работают как обычные радиовещательные станции у них есть специально телегно телеграф и телефон однополосной модуляции она называется ssb вот ну ssb это одна боковая полоса сингл сайт бэнд вот ну есть разделение верхняя а парда и нижняя l ну вот мы сейчас на нижнюю поставим посмотрим что здесь есть такое видите звук совсем другой вот это амплитудно и обычная а вот это вот мы послушаем оба телеграфом кто то есть на 20 очки или однополосной модуляции сейчас дело в том что сейчас год спокойного солнца и а куда я покрутить лишь назад надо крутить вот тут и езда далеко не услышим это наушники конечно да слушать вот кто-то вот работает однополосной модуляции ну вот радиолюбитель какой-то QRZ вы услышали это кто меня вызывает называется свой позывной позывной того кого ты хочешь вызвать и проходит радиосвязь вот опять его кто-то вызывает ну это это наверно какие-то соревнования что ли ради понедельника вот кто это я к сожалению не могу разобрать вы где-то близко или это наша северная америка или где-то еще слава богу и по близости я пытаюсь что-то найти обычно этот диапазон забит но сегодня тоже что-то есть конечно связи все по английски но не считая допустим русские с русским могут по-русски вот такой звук очень характерный когда мы серёга впервые услышали обалдели вообще ну давай давай не знаю какая здесь я уже забыл уже ответ от этого какая здесь вверх или нижняя на двадцатку это двадцатка так называемый 14 мегагерс контест да контест это значит это значит какие-то соревнования контест в соревнованиях очень коротенько связываешься говоришь свой позывной его позывной и номер вот видите он называет номер связи а потом все это записывается и отсылается и до виски 3 лима лима это американец виски есть в позывном префикс и суффикс префикс это страна вот в россии это р конечно да вот а в америке это w кей еще какой-то н вот это виски 3 лима лима это ну дело в том что в эфире иногда не слышно что за буквы поэтому так называемый спеллинг w это виски лима это л алфа бета алфа браво чарли вот ну а б а б си вот так понимаете да контест да контест это соревнования о как мы хорошо сегодня попали давайте на этом приемке послушаем где здесь 14 178 да послушаем как этот работает здесь еще надо так band 14 здесь вот сложнее гораздо настраивается это этот этот агрегат 14 это еще надо попасть вот этой вот сначала настраиваешь так 14 178 переводим на так какой у нас стояла usb да usb ну да usb 14 178 попробуем сейчас найти его же а здесь еще надо подстроить ты замучаешь и подстраиваешь это телеграф какой-то действительно цифровой шкалы обычная шкала это тонкая настройка это тонкая настройка ну давай еще раз да также частота видите ну примерно здесь 14 178 ну какой-то радио алфа чарли ну то есть это р-а-р-э-си а какой прифиг сейчас узнаю мне вот больше этот приемник нравится ну и среди радиоубителей вот это вот считается более ценным ой он даже подсаживает сеть немножечко мигает ну-ка ну-ка еще разок приболтал я ну это можно посмотреть префиксы есть в списке вот здесь подстройки многочисленные здесь одна ручка тут сложнее ну вот так вот и сидишь в эфире кого-то если бы у меня это был передатчик можно было бы связаться немножко подальше отойдем да радиоубителей очень узенькие полоски выдерем и все это очень тщательно регламентировано ну давай еще разок опять радио алфа чарли начало-то какое опа ну еще разок во всем этом надо разбираться ребята не разберу я тут что-то 6 радио алфа чарли как я разберу волну не знаю не важно ладно следующее найдем ну вот так ребята вот это радио великолепости диапазона это радио радио спорт радио связь мы как раз с вами попали на соревнования нужно очень точные руки иметь чтобы настраиваться музыкально я бы сказал ну а сами приемники ну вы видите здесь вот частота переключается а здесь то же самое вот это аналог да диапазона band здесь band с этой стороны здесь band с этой стороны это показывает силу сигнала это тоже показывает силу сигнала опять терзает это ну вот вы запомнили уже да кто меня вызывает ну давай они быстро работают слишком в соревнованиях всегда так ну 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 кто там еще янки последний я только разобрал букву в суффиксе отвык я отвык ребята ну бог себе давайте может быть телеграфчик немножко посмотрим вот здесь телеграф сам началь диапазона это все киусики у это всем всем эшка какой-то эфка не знаю тоже чей то тоже видите вот это вот очень характерно та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та сикью ну вот так вот вот сидишь и слушаешь кто знает марзианку переводите кстати это это кэ да это это американец какой-то быстро работают но это тоже соревнования соревнования есть телеграф и ссб н-8 кто-то там это тоже американец ну вот в общем вот так вот ребята до первого раза хватит наверное да всего хорошего доктор влад с вами спасибо